Так, вот у вас проблема какая? В шестнадцатом году этот колодец выкопали, да? Другие колодцы порушились. А что я все рухнула? Ага. Нарушились. Но выкопали на глубину вдвое меньшую, чем полагается, чтобы была вода? Да, да, да. Ага. Сейчас в этом колодце воды нет абсолютно, правильно? Да. Никуда совсем нету. Мы навозят. А кто возит? Из города. Ну, как возят. Чего нас сюда привезут? Два чебедра. Какая-то вода-то. Из города это родственники к вам подвозят ее? Дядь ее, у нее зять, у меня зять. А то эти рабочие за нам. Ходят, так из вакуток привезут. А, ага. А помыться, скажем, посуду помыть? А вот так вот, ну, все. Вот, ну, вот, ну. Сюда в клубе до нашей. И вот и сидим. Сели мелко вырыли. Вырыли еще 6 метров. Писали договор на 12 метров, а вырыли 6 метров. И все, больше нет куда брать. Получается, других колодцев нет? Нет. Все колодцы старые, все нарушились. И воды нет. Будьте добры, помогите нам. Ага. А вот смотрите, когда принимали работы, вода была в этом колодце? Была, сначала-то была. Ну, не знаю, у нас сверху лоих, что ли, то дожди были. Дожди были, но нашло сверху. Там делались весной, в марте месяце, поэтому мероприятия усложнились тем, что все, как бы, грунтовые воды были, и не получилось у них углубиться до нужной точки, довести. На данный момент ситуация нам известна, ясна. Было обращение к областным депутатам о финансировании, о помощи, о финансировании по ремонту этого колодца. Вот, сейчас ждем результатов. И день-два пообещали из приемной «Единой России», пообещали дать ответ по этому вопросу. У самих у нас в бюджете нет средств для реализации вот этого проекта. Подрядчики уже найдены, обговорены, вид работ, как это будет происходить и с каким затратом. Поэтому и обращение было к депутатам уже по конкретной сумме, сколько это должно быть. Обращение было уже месяца полтора назад к депутатам. Просто вот в ходе всех событий, что у них тут выборы, перевыборы, и приемная «Единая Россия» не работала какое-то время с тем моментом, что кто придет к власти, будут ли депутаты действовать, выберут ли действующих депутатов. Поэтому все тут немножко у нас и оттянулось. Я понимаю проблему жителей, что тут три дома, бабушки и никак. Поэтому тоже социальными работниками велась работа с организацией соцзащиты, что там должны выезжать соцработники и с ближайшего колодца подносить им воду. То есть мероприятия проводились не просто так мы сидели. А не прикидывали, сколько нужно денег, чтобы на нормальную глубину выйти? Я как с подрядчиками разговаривал по поводу не самого углубления колодца, а бурения в нем скважины. В этом же колодце углубления скважины и установки насоса. То есть для облегчения даже самих жителей, чтобы бабушки сами могли подойти к колодцу, включили в розетку и налили воду. Это порядком 17 тысяч стоимость работы. Вот таких, именно таких по скважинам, по углублению скважины. Потому что если ремонтные работы, то это целесообразнее выкопать новые колодец, чем вот ремонтные. Потому что ремонтные кольца стоят практически столько же, а сложность работы усугубляется тем, что уже есть колодец, существует. И его отпустить, кольца замыты, их сложно.